Магнитогорский «Металлург» сыграл ровно треть матчей регулярного сезона КХЛ. Промежуточный итог более чем достойный. Команда единолично возглавляет Восточную конференцию и по-прежнему без поражений проводят домашние встречи. 11-ю победу на родном льду подопечные Ильи Воробьёва одержали накануне. С подробностями наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. В день рождения президента клуба, председателя Совета директоров УАО ММК Виктора Рашникова, «Металлург» проигрывает редко. Но в этот вечер желанный подарок мог и не состояться. В стартовом периоде матча против Бориса хозяева нанесли всего пять бросков в створ и допустили много брака в передачах. Соперник и вовсе не создал практически ничего, но один из двух своих моментов сумел воплотить в гол. Быстрая контратака с участием воспитанника магнитки Ивана Кучина принесла успех Найджелу Доусу. Мы знали, что нам предложили соперники, говорили ребятам, как надо против этого играть. Но все равно не до конца мы выполняли задание, не до конца мы выполняли, что от ребят мы просили. И поэтому такая вот игра. По сценарию, выгодному для Бориса, встреча продолжалась до начала заключительного периода. Помочь хозяевам внести перелом могло удаление в составе соперника, ведь эта команда – одна из худших в сезоне по игре в меньшинстве. Долгожданный шанс реализовать численное преимущество магнитокурцы получили благодаря своему капитану Сергею Мазякину. И Крис Ли после своевременной передачи Томаша Филиппи переиграл таки Хенрика Карлсона. Вскоре «Металлург» получил еще одну возможность разыграть лишнего, но вместо очередного гола произошло то, что заставило всех на время забыть о хоккее. Войтек Вольский, в отчаянном прыжке пытавшийся сохранить шайбу в зоне атаки, врезался головой в борт и покинул лед на носилках. К счастью, поступившая в течение получаса информация была сдержана оптимистичной. Вроде как он чуть-чуть отошел, сейчас поехал в больницу, там посмотрят шею, смотрят сотрясения, то есть это и снимок, и, я не знаю, как у нас сейчас, компьютерную, да, сейчас могут сделать сразу, в общем, смотреть, что, ну, дай бог, что все обойдется. Именно партнеры Вольский по первому звену организовали победную атаку. Начал ее Алексей Береглазов, продолжил Ян Коварш, а завершил Сергей Мазякин, здорово сыгравший на пятачке, несмотря на сопротивление соперника. Окончательный счет, оформив дубль броском в пустые ворота, установил кресли 3-1. Домашнюю серию «Металлург» завершит в субботу, 15 октября, матчем против «Югры». Павел Зайцев, телекомпания ТВН. Когда верстался наш выпуск, хоккейный клуб обнародовал информацию о состоянии здоровья Войта Ковольски. К сожалению, травма нападающего магнитогорского «Металлурга» оказалась достаточно серьезной. Перелом 7-го и 4-го ширинных позвонков, ушиб ширинного отдела спинного мозга, сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины лица. После проведенного консилиума докторами медсанчасти ОАО ММК было решено, что хирургической коррекции переломов не требуется. В настоящий момент Войта Ковольски находится в реанимации, что связано с необходимостью постоянного контроля за состоянием игрока и введением специализированных препаратов. 15 октября Войта будет переведен в отделение нейрохирургии, а через несколько дней будет решен вопрос о месте его дальнейшего лечения. Согласно ориентировочным срокам восстановления Войта Ковольски, игрок выбыл из состава до конца сезона КХЛ 2016-2017 годов.